Юрий Романенко родился в семье военного моряка. Мечтал летать, но не рядом со звездами. Судьба распорядилась иначе. После Черниговского авиационного училища в начале 70-х годов прошлого века ему предложил поступить в отряд космонавтов легендарный Герман Титов. На принятие решения дал всего полчаса. Не думал, что космонавты. Секундное какое-то решение. Я думал, рискнул. Ну и не ошибся. На встрече со студентами и сотрудниками Самарского аэрокосмического университета дважды герой Советского Союза Юрий Романенко много рассказывал о своей космической Одиссеи. За плечами три экспедиции. Две из них международные. Четыре выхода в открытый космос. В общей сложности он прожил на орбите 431 день. За это достижение Романенко в 98-м году попал в Книгу рекордов Гиннеса. Сегодня в Самаре легендарного космонавта наградили знаком почетный выпускник СГАУ. Это чрезвычайно важно и как в целом для выбора своего дальнейшего профессионального развития, так и для того, чтобы ребята увидели, что нужно мечтать и мечты потом притворять в жизнь. Мечтать не обязательно о космосе. Мечтать о каких-то победах, о достижениях. И понимать, что все это дается великим трудом. Прийти на встречу с космонавтом студентов Аэрокоса уговаривать не приходилось. В университете почти каждый мечтает о покорении Вселенной. Если представилась такая возможность, хотелось побывать в космосе. И буду стараться поддерживать свое здоровье, чтобы было, как говорят, хоть прямо сейчас в космос. Если представится возможность, первым делом пойти на подготовку. Сын Юрия Романенко, Роман, пошел по стопам отца. Уже дважды побывал на орбите. Дважды герой Советского Союза и герой России мечтают когда-нибудь полететь в космос вместе. Сергей Кизоркин, Станислав Левин. События.